Здравствуйте, это проект Квартирный контроль, меня зовут Владимир Гордиенко. В этом обзоре отправляемся в город Сергиев Посад, Московской области, где компания АО Берендей возводит нам городской квартал Троицкая Слобода. Хотя Слобода, это же свободное поселение, тогда почему квартал, может, поймем на месте. А путь нам предстоит не близкий, 58 километров от МКАД по Ярославскому шоссе. Узнаем, сколько времени займет дорога. Поехали! Мы выехали утром в будний день. Ярославка начинается широко, с 10 полос. И чем сильнее мы будем отдаляться от Москвы, тем понемногу уже будет становиться шоссе. Общественным транспортом добраться до Троицкой Слободы не так просто. Более быстрый вариант на электричке Ярославского направления. Если сесть с Ярославского вокзала, то до станции Сергеев Посад вы будете ехать в районе полутора часа. Дальше нужно будет пересесть на автобус или маршрутку, проехать пару остановок и потом полтора километра пешком. Согласно Яндекс.Картам, все это займет почти два часа. Ну а если у вас не усваиваемость электричек, то от станции метро ВДНХ в Сергеев Посад ходит 388 автобус. Потом также пересадка на местный автобус или маршрутку и от остановки 20 минут пешком до дома. А на весь путь уже чуть больше двух часов. В общем, однозначно не наездишься. Подъезжаем к Троицкой Слободе. Встречает нас брендированная колоннада, которая мысленно нас и отправляет к давно минувшим временам. Домики прям как усадебные. Все, убедили. Городской квартал Слобода. Мы на месте. На дорогу от МКАД ушло 50 минут. Обязательно еще погуляем по Слободе. А пока давайте зайдем в офис продаж, где трудятся, видимо, крестьяне по продажам. Жилой комплекс Троицкой Слобода расположен менее чем в километре от стен старого города на запад. Находится на территории 46 гектар. Включает в себя 5 очередей. Строительство запланировано по проектной декларации. До конца 2018 года включает в себя 51 дом. В первую очередь включает в себя 7 домов, сданную в эксплуатацию в ноябре 2015 года. Это была самая сложная очередь, потому что необходимо было подвести все коммуникации. Газ, вода, канализация. В ноябре работы были проведены и очередь успешно была сдана в эксплуатацию. Далее в конце года 2015 года была сдана в эксплуатацию вторая очередь строительства. Это 11 домов, трехэтажных многоквартирных домов. И в данный момент ведется строительство третьей очереди. Это 5 домов с дачи в эксплуатацию, намечен на второй квартал 2017 года. В 2017 год запланировано строительство четвертой очереди. Это 14 домов. И в 2018 год это строительство пятой очереди, тоже 14 домов. Одновременно со сдачей третьей очереди будет сдана в эксплуатацию торговый центр на 2500 квадратных метров. Случится это во втором квартале 2017 года. Значит, на первом этаже будет расположен сетевой магазин продуктовый. На втором этаже будут разбиты помещения коммерческие небольшие, в которых будут размещены аптеки, салоны красоты, ну и все, что необходимо для жизни. Помимо этого, в четвертой очереди на первых этажах у нас в угловых зданиях запланировано тоже коммерческие помещения. Параллельно со сдачей в 2018 году пятой очереди у нас будет достаточно уже населения здесь для того, чтобы построить школу и детский садик. Вот он планируется вот на этом участке. К этому же моменту планируется освоить часть нашей земли совместно с Тройской лаврой. Здесь будет построен комплекс, включающий в себя храм и церковно-приказскую школу. На территории 10 гектар, где между пятой очередью и второй, будет разбит сад, городской сад, общедоступный на 10 гектар, так как я сказал. Со стадионом, дорожки, там, озеленением. А школы и детский сад, которые будут в конце всего строительства, они будут муниципальны или коммерческие? Это планируется муниципальная сада-школа. До конца 2018 года, почему это будет только в конце 2018 года? До этого момента у нас не так много будет жильцов, нам надо сдать объекты, надо, чтобы жильцы въехали, чтобы сделали ремонт, потом заселились. Соответственно, к этому моменту у нас достаточное количество будет желающих воспользоваться этим. Но уже в следующем году, вот здесь вот на второй очереди, в 18-м доме, у нас изначально по плану есть помещение, которое мы отведем под детский садик коммерческий. То есть уже в следующем году, в сентябре, будет там проведен полностью ремонт, и там будет у нас детский садик для небольшой группы, проработки с детьми до школы нового августа. Что сделают для благоустройства дворов и территории? Ну, во-первых, мы сможем с вами буквально через 5 минут выйти и посмотреть, что у нас в первую очередь, потому что здесь абсолютно все полностью закончено. То есть что там есть? Ну, во-первых, есть дорожки, сканейки, все, чтобы жители могли выйти и спокойно там провести какое-то время. Детская площадка обязательно. На территории второй очереди у нас будет три детских площадки, вот здесь по углам, и плюс еще одна детская площадка отдельно отгороженная, это для детского садика. Ну, соответственно, в третьей очереди то же самое. Заполняем две детских площадки, такое же благоустройство территории. Ну, по четвертой, пятой точнее сейчас не скажу. Игорь Александрович, расскажите о технологии строительства домов. Ну, технологии на нашем строительстве очень хорошо видно на примере третьей очереди, где мы сейчас находимся. Прежде всего, дома наше строится из керамического кирпича, красный кирпич. Вот, очень хорошо видно. Этот дом частично штукатурен уже. Вот, да, за нами дом без штукатурки. Значит, внешняя стена, толщина внешней стены полметра. Это два с половиной кирпича, сначала два кирпича, далее утеплитель 50 миллиметров и еще полкирпича. Только после этого выполняется штукатурка, соответственно, используется сетка и дальше уже покраска. Ну, зимой вот эти дома уже краситься не будут, потому что погодные условия не те. Мы это сделаем уже по весне. Давно было ли строительство дороже таких домов и отразилось это как-то на стене? Ну, прежде всего, прежде всего, дороже сама укладка кирпича, это трудоемкая работа. Но, тем не менее, мы приняли решение взять это риски на себя. То есть, наша цена на выходе, да, она не значительно выше. Даже не выше, она на уровне остальных домостроев в Сергеем Посаде. Но ни на одной из них не используется настоящий кирпич. А в дальнейшем, когда будете строить уже следующие очереди, нет у вас соблазна выйти из малоэтажного строительства, из трех этажей куда-то выше? Не будете ли вы делать выше дома? Мы, прежде всего, выбирая проект, мы оцениваем возможность вписаться в существующий пейзаж. Не сломать, не испортить близость лавры, близость частных секторов. Ну, просто нам не позволяют делать наши дома выше. И весь проект, все пять очередей, это трехэтажные многоквартирные дома из кирпича. А как вы продуманы решения для установки внешних блоков кондиционеров? Они просто свободно будут на фасаде размещаться или что-то будет? Они будут размещаться, тут два варианта. Либо размещаться все-таки между первым и вторым этажом, либо стоять в специальных антивандальных сетках, которые будут, опять-таки, иметь общий дизайн. Один дизайн, чтобы не портить общий дизайн жилого комплекса. А из чего кровли домов? Значит, мы приняли решение использовать для кровли металлочерепицу. Это практично, надежно и очень красиво. Кто выполняет строительные работы на объекте? Наш генеральный подрядчик, это компания Юнидилл Строй, имеет достаточно богатый опыт по строительству жилых объектов и объектов социального назначения. Ну, как то, сегодня это Людовый дворец, это множество объектов в горле Пересвет, ну, и здесь у нас цели в посаде. Со сроками справляется? Да, в основном, да, в основном всегда идем по плану, по плану. Ну, тоже такой сложный вопрос, на самом деле, вот я не буду утаивать, сдача в первую очередь у нас произошла с некой задержкой. Но это было связано с объективными причинами, потому что в первую очередь такого объекта, это, конечно же, это газопровод, это ликвификация. Здесь очень много моментов, которые сложно просчитать. Действительно, были объективные причины, по которым мы не смогли сдать его вовремя. Но теперь мы сдаем уже, вторая очередь была сдана без задержки, третью очередь мы тоже будем сдавать во втором квартале 2017 года без задержки. И не смотрите, что домики маленькие. Площади квартир в Троицкой Слободе спроектированы с поистине усадебным размахом. Даже многие проекты бизнес-класса ничем подобным похвастаться не смогут. Однокомнатные от 41 до 83 квадратных метров, двухкомнатные от 60 до 98 квадратных метров, трехкомнатные от 77 до 115 квадратных метров, четырехкомнатные от 95 до 125 квадратных метров. Стоимость квартир на ноябрь 2016 года начинается от 2 миллионов 160 тысяч рублей. Какие действуют акции на ноябрь 2016 года? Есть ли рассрочка, ипотека? Владимир, вы очень правильно заметили, что именно на сегодня какие действуют, потому что ситуация меняется, рынок он очень гибкий. На сегодня у нас, во-первых, есть уникальные, давайте начнем с уникальных акций, потому что ипотека, она есть у всех, ее дают банки. Мы, кстати, аккредитованы во всех лидирующих банках. Даже перечитать я сейчас к ним буду. Понятно, там, Сибербанк, ВТБ-24, Газпромбанк, во всех банках мы аккредитованы. Далее, военная ипотека. Несомненно, да. Мы тоже прошли аккредитацию в Росвоенной ипотеке, плотно работаем с большим количеством банков, опять-таки, по этой схеме. Далее, причем, если наш партнер, наш клиент, воспользуется ипотечным кредитом, то он получает у нас скидку в виде поддержки. То есть, мы не отделяем там стопроцентные предоплаты за счет своих средств внес наш клиент, либо он взял ипотеку, опять-таки, мы получаем все деньги. Стало быть, в этом случае он получает 10% скидки. А теперь самое интересное. Ипотека, мы сказали, у нас есть уникальное предложение для наших клиентов, это рассрочка беспроцентная от застройщика, от нас. В зависимости от очереди. То есть, сегодня, в ноябре, действует рассрочка на первую очередь один год, на вторую очередь это два года, и на третью очередь это, ну, это пять лет. То есть, такой рассрочки действительно это уникальное условие. Для того, чтобы это получить, надо внести первый износ 50%, ну, и, соответственно, дальше в течение там 60 месяцев, да, по третьей очереди выплачивают эту сумму. Ну, вот так между делом скажу, что однокомнатная квартира в данном случае, да, ежемесячно платеж составит 20 тысяч рублей. По какому договору реализуется жилье? Значит, здесь две схемы. Изначально все начиналось со схемы договора долевого части по 2014 федеральному закону мы действуем в данном случае. После того, как только объект введен вводится в эксплуатацию, соответственно, включаются другие правила игры, то есть договор купли-продажи. Наши клиенты, буквально придя в офис, там, приняв решение о заключении договор, через 15 дней становятся полноценными владельцами квартиры. Какая стоимость регистрации договора, оформления собственности? Ну, в данном случае это только государственный налог, да, на собственность это 2000 рублей, которая платится непосредственно уже в рекпалате. В общем-то, это все. То есть, отдельно ничего не платится? С планировками можно ознакомиться на сайте квартала. Представлены они сразу с вариацией обустройства. Пойдем от меньшего к большему. Однокомнатная 41 метр, вместительная прихожая 8,5 метров, совмещенный санузел с нишей под стиральную машину, 11-метровая кухня с балконом, просторная комната почти 18 метров. Теперь давайте узнаем, что такое 80-метровая однушка, где, видимо, с комфортом мог бы проживать Михаил Шефутинский или, например, Халк. Большая 15-метровая прихожая с коридором, просторная кухня-столовая, огромный 9-метровый санузел, ну а 37-метровую комнату с балконом остается назвать гигантской. Если мы откроем самую большую двухкомнатную, то будет эта же квартира плюс 20-метровая комната. Посмотрим двушку поскромнее, 60 метров. 10-метровая прихожая с коридором и местом под гардеробную, раздельный санузел, во главе 11-метровая кухня с балконом, комнаты. Теперь фокус с минимальной трехкомнатной. Эта же квартира плюс просторная 18-метровая комната. Большая трехкомнатная распашонка 115 метров, 18-метровый коридор, кладовая, раздельный санузел, 10-метровая кухня с 13-метровой столовой, три просторные комнаты, две лоджии. Напоследок заглянем в четырехкомнатные хоромы, огромная прихожая с коридором 24 метра, вместительная кладовая, один раздельный санузел, комфортная 15-метровая кухня, четыре комнаты от 17 до 19 метров, два балкона. В следующей части мы посмотрим входные группы, зайдем в квартиры и узнаем, в каком виде они передаются собственникам. Вы узнаете о парковках и перспективах развития транспортной доступности, об управляющей компании и тарифах обслуживания. Поговорим об экологии, ближайшем окружении и звездных соседях. Покажем внешнюю инфраструктуру.